приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня на нашем канале агрогороскоп с 10 по 12 сентября 2021 года это время растущей луны в знаке скорпион время московское прежде чем мы рассмотрим вот этот период какие работы можно провести в эти дни у нас просьба к вам пожалуйста просматривайте все наши видео от начала до конца смотрите пожалуйста рекламу это оплата вашего ваша оплата нашего труда а также просим ваши комментарии писать по-прежнему они очень интересны лайки дизлайки это ваше право и это очень важно и мы стараемся все время обратную связь нашу поддерживать потому что хочется чтобы и у нас хорошо получалось и у вас поэтому очень важно еще делитесь пожалуйста этими видео своими родными близкими с друзьями пусть у них тоже получается как и у нас с вами и хороший урожай и замечательно растут растения в доме на балконе у у нас хорошие качественные плоды и ягоды и мы их заготавливаем на зиму но давайте вернемся к нашему агрогороскопу после маленького такого предисловия сейчас мы рассмотрим вот этот период предшествующий скорпиону то есть вот 10 число что мы можем сделать видите какая разница в этом периоде давайте 9 число что мы можем посеять это весы это время уже после новолуния растущая луна но в весах можно только посеять семена сидератов причем можете любые сидераты сеять какие у вас есть но и все зависит от региона там где холодно естественно вы уже ничего не сеете хотя можно зим на зиму посеять тоже семена фацелий а рано весной она взойдет но если тепло еще позволяет погода конечно же любые сидераты приветствуются из рассады 9 сентября можно высаживать только рассаду цветов у кого-то еще многолетники у кого-то есть двулетники кстати можно и здесь делать рассаду цветов разделить делить можно в этот период как раз можно делить если уже у вас есть такие многолетники можете спокойно в весах делить и кстати не при посадке не поливайте вот на следующий день и польете что еще можно делать в этот день в саду в саду можно обрезать вот это очень важный момент потому что дальше уже нельзя будет обрезать любые растения защищать садовые растения от вредителей болезней очень много сейчас этих вредителей а болезни есть в садах там где шли дожди осадки навредили и развели нам споры грибковых заболеваний поэтому продолжайте обработки сейчас уже при этой температуре можно использовать любые препараты из зеленых операций в 9 в весах на любых растениях проводите это будет безболезненно это будет нормально знак всякие воздуха растения нормально переносят и раночки очень быстро засыхают комнатные цветы то же самое если у вас уже цветущие растения высохли у них цветоносы обрезайте может где-то лишние какие-то листики все это можно обрезать в весах сделайте это сегодня потому что дальше это уже нельзя будет делать и защита комнатных цветов очень многие подзаносили уже в дом спешили заморозки и занесли очень много вредителей не ждите чтобы они развелись проводите профилактические обработки и в доме делаются обработки био инсектицидами поливы в знаке весы и подкормки естественно не проводятся но зато очень хорошо в это время собирать урожай собирать лекарственные растения многие ягоды сейчас собирают и все виды заготовок закладка на хранение все это в этот период 9 это все у нас приветствуется и получается качественно постарайтесь до вечера это все сделать очень хорошо и следующий день у нас будет 10 уже в период с 9 часов поэтому вы можете спокойно вечером все это завершить и сделать переходим к десятому я сразу чтобы не терять время 10 и 11 считайте что это полные световые дни оно так и есть потому что с 9 часов это уже солнышко конечно выйдет луна вводит с 9 часов 6 минут скорпионе и здесь 24 часа поэтому здесь все виды работ одинаковы поэтому я сразу же 10 и 11 вам все эти расскажу дела агро приемы которые можно будет проводить и так что можно в скорпионе а можно посеять семена редиса в теплице получится замечательно открытый грунт навряд ли хотя можно грядочку попробовать далее зеленые различные культуры можно сеять в теплице ну и открытый грунт сидераты и в тех же теплицах можно сеять это делаем 10 11 и 10 11 можно высаживать рассаду вот снова же отвечаю тем кто заказал мне расклад можно ли в теплицах высаживать рассаду овощных растений конечно и кстати и зеленые культуры если у вас рассада есть и цветочные все это можно высаживать и 10 и 11 а вот саду прошу обратить особое внимание здесь поливы и подкормки особенно нужны подкормки калием и кремнием да и защита тоже потому что очень много вредителей в саду нынче развелось помогают птицы но там где нет возможности помогать вам птицам птицы не могут или нету их кстати их почему-то очень мало стало поэтому будьте добры защищайте свои растения тем более что уже температура позволяют любыми препаратами но если у вас есть птицы биозащита только биозащита сохраните жизнь птицам и в эти дни нельзя будет проводить зеленые операции и это дни стихии воды скорпион это вода ни в коем случае ни на каких растениях не проводите зеленые операции и комнатные растения вот очень важные многие дела можно сделать с комнатными растениями они в доме у вас поливайте подкармливайте особенно цветущие или готовятся к цветению цветы цветочки растения подкармливайте их здесь хорошо фосфор калий магний им дать защищайте от вредителей болезни занесли очень много и белокрылки и паутины клещ и другие вредители просматривайте растения свои то что занесено из сада обязательно и растения которые были у вас и череночков может быть и семян вы хотите пересадку сделать посадку большой горшок перевалку не только рассады но и самих растений комнатные цветы все это можно делать с 10 по 11 по 11 сентября так что цветам очень много будет дел и внимание с 10 по 11 включительное также в эти дни очень хорошо поливать в это время естественно все растения все клеточки пьют с удовольствием воду и она приносит пользу и подкормки соответственно вместе с поливами это очень хорошие и эффективная будет агрооперация на растениях вот эти подкормки сейчас очень хорошо кстати и сад в том числе и в теплицах дать хорошую хорошую влагозарядку почвы и подкормить по листьям еще очень хорошо работает у нас еще солнечные дни есть поэтому используйте вот эти еще весенние сентябрьские хорошие дни а далее вот эти два дня 10 и 11 смотрите время сбора урожая прекращаем лекарственные растения тоже заготовки и закладка на хранение почему очень много воды сейчас находится в плодах в ягодах поэтому в это время не рекомендуется они очень быстро гниют все наши плоды и ягоды все что созрело урожай можем испортить если будем собирать и закладывать на хранение в эти дни это дни выходные для этих важных работ для заготовок на зиму а теперь особое внимание обратим на вот этот день когда у нас 12 переходный период будет переход из знака скорпион в знак стрелец это в 11 36 12 сентября вот смотрите с 11 36 уже сидираты только можно сеять рассаду высаживать не рекомендуется в стрельце не формируется корневая система она маленькая вот как высаживаешь такая и остается поэтому рассаду не высаживаем в саду только занимаемся защитой от вредителей и болезней обрезку исключайте это и растущая луна и стрелец не дает нам повода для того чтобы браться за ножницы очень болезненно хотя уже затухают физиологические процессы но болезненно переносят растения обрезки поэтому здесь только защита естественно зеленые операции не проводим хотя казалось бы знак огня но стрелец это болезненное состояние будет у растений и раны иногда долго заживают и растущая луна поэтому пропускаем зеленые операции для комнатных цветов только можно использовать задачу защиту от вредителей и болезней но и поливы с 11 часов уже бесполезные если рано утром хотите в скорпионе там еще можно полить и рано утром подкормку под корень сделать но сейчас под корень не эффективный поэтому я их тоже исключаю и так у нас получается что вот все такие работы которые хорошо проводились 10 11 12 у нас уже не идут эти работы они у нас или сокращены или с 11 часов или до 11 часов но мы об этом сейчас с вами поговорили подробно а теперь рассмотрим вот эту задачу которую мы пропускали это подготовка к зиме пропускали когда говорили о сборе урожая переработки именно в дни скорпиона так вот с 11 36 луна переходит знак стрелец а лучше уже с 12 часов когда наступает именно продуктивное время стрельца вот здесь собирайте урожай картофеля лука плоды яблоки груши что у вас созрелось слива все что вы собираетесь сохранять ягоды зелень свекла морковь вот это все что вы хотите переработать или заложить на хранение все это как раз очень хорошо в стрельце будет храниться и очень хорошо собирать лекарственные ягоды различные можно еще копать корешочки потому что у нас только позади новолуния еще вот эти энергии соки питательные находятся в корнях практически все виды заготовок приветствуются здесь и консервация и заморозка и сушка все что вы хотите заготовки сделать делайте все получится очень хорошо и будет хорошо храниться но и очень хорошо в это время закладывать на зимнее хранение ваши овощи которые уже собраны подготовлены плоды ягоды все что у вас заготовлено для зимнего хранения для длительного хранения как видите у нас получается два дня внутри вот именно скорпионии для заготовок для закладки на хранение у нас пропускается зато вот два дня которые предшествуют и после этого у нас есть возможность заготовками заниматься но зато у нас в скорпионе мы можем вот смотрите сколько сделать на цветниках в теплице в саду так что можно распределить вот это время заранее себе все спланировать что мы и делаем с александром у нас все строго по агрогороскопу мы уже привыкли к тому что мы знаем что у нас когда должно быть сделано и все получается вовремя и все нормально что ж мы на этом прощаемся ждем от вас новых идей новых тем вопросов мы с удовольствием то что знаем обязательно с вами поделимся своим опытом и своими знаниями а сейчас прощаемся с вами до новых встреч на нашем канале